Привет-привет, друзья! Вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий, и наша светлость нас ждет. Король Эрик просит нашего внимания. Вот думаете, легко быть королем? Думаете, короли тем и занимаются, что устраивают пирушки-веселушки? Ездят на охоту и на балы к прелестным дамам? Нет, 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 у нас много-много забот, хлопот. То стена замка рухает, то крестьяне добегут со своими проблемами всю казну опустошат. А еще жена, дети, в общем, много-много дел у короля. Не знаю, не знаю, если так дело пойдет, может, уволюсь. Ну, а пока работаю королем, надо возвращаться к своим делам. Продолжить. А, сохранялочка, получается, вернула меня к тому месту, когда я еще не опустошил свою казну, да? Это ваш еженедельный отчет? Хорошо, хорошо. Но я думаю, что я то же самое и сделаю. Починю кладовую, починю прилавок, а театр, а театр оставим на потом. Вы можете купить обновление, улучшение для замка. Чтобы купить то да сё и так. У меня сломанный театр добавляет грусть, печаль моим крестьянам, моим подданным. Сломанная кладовая портит припасы. Стэн генерал забрал у меня 9 золота. Налоги поступили в количестве 11 золотых и всего лишь 8 припасов, да? Ну что ж. Починим кладовую. Починим кладовую. Уберем штраф к припасам, да? И починим прилавок. Так мы делали, да? Вот, вот, вот. Ну, а театр потом. Театр потом. Продолжить. Греваном. Неделя вторая. Ну что ж. Начало. О, ещё подошли. Ещё двое стояло, ещё трое налетело. Одри. Ты будешь мне помогать или нет? Где вообще мои заместители? Где министр? Где министр культуры, торговли? Где они? Почему я должен решить все проблемы? Одри, наверное, мой этот, архивариус, только пишет. Писарь, наверное, да? Одри. Чего молчишь? Чем могу служить, Ваше Величество? О. Расскажи. Расскажи мне о королевстве. Расскажи. Я так давно не выходил на улицу, понимаешь? Я всё время на работе. Всё время на работе. Расскажи мне немножко. Что вы хотели узнать, Ваше Величество? Ну, вообще, как жизнь тут, как то-то всё. Ресурсы. Чтобы в королевстве дела шли хорошо, мы должны контролировать четыре главных ресурса. Золото, продовольствие, войско и удовлетворенность. Нам нужно раздать золото нашим простителям. Что значит раздать? Если они счастливы, их удовлетворенность будет расти. Что значит раздать золото? Сильному королевству нужно больше большое войско. Дабы получить больше воинов для нашей армии, нам нужно будет заключить союзы с соседними лордами и королями. Мы можем получать ресурсы за счёт сбора дань, а также от заключённых с лордами союзов. Вот как. А дань? Деревни в наших владениях платят дань. Довольные люди будут платить дань с радостью, а обиженные сделают всё, чтобы уйти от уплаты. Это может привести к снижению доходов у нас. Поэтому нам нужно убедиться, что удовлетворённость наших людей на высоте, чтобы поддерживать постоянный приток золота. Вот как. Крестьяне, купцы, рыцари, иностранцы и даже лорды. У них у всех есть проблемы. Да, только у меня нет никаких проблем. Только у меня нет. Поэтому они будут искать помощи у своего короля. Мы можем использовать наши ресурсы или приспешников, чтобы помочь нуждающимся. Но будьте осторожны, Ваша Светлость. Некоторые просители могут прийти со злыми намерениями. Да ты что, Одри? Я так никогда не мог подумать о своих-то подданных. Поэтому вы должны тщательно обдумать, кому оказать помощь, а кому нет. Злые намерения. Сменить объект. Давай сменим тему, Одри. Утобил ты меня уже? Конечно, конечно. Чем могу служить, Ваша? Ну, это пока всё. Я буду здесь, если понадоблюсь, Ваша. Хорошо, хорошо, я понял. Ты здесь и никуда ты не отходишь. Ну что, кто там первый? Генерал? Рядовой солдат? Ларсулия, дочь моя? Дочь моя? Ларсулия, дочь моя? Я просто не помню. Это же старшая. Старшенькая, по-моему, да? Крестьянин в лохмотьях. Кто вот это пропустил? В таких лохмотьях ходят. Лорд ещё какой-то. Этан стоит здесь. За колонной спрятался. Чё ему надо лорду? Так, ладно, генерала давай примем. Генерал вернулся. Ваша светлость. Никаких признаков чудовищ. Чё, обманули нас? Ну, я сразу подумал, что это сказки какие-то. Какие могут быть чудовища? Однако мы доткнулись на этих разбойников. Они грабили деревню. То есть, как на этих? На каких на этих? Красная голова? Острые зубы? Герб Родовии? Что за герб Родовии? Я думал, что их можно найти только в книгах и старых рукописях. Но, похоже, у нас тут в зале тоже присутствует один. Скажи-ка. А, то есть, вот это вот, это он, вот это вот, он, да? Почему знамени вы совершили свои «Почему ты здесь?» Кто твой лидер? Да, почему ты здесь? Я не пойму. Что ваши люди делали возле нашей деревни? Мы просто зарабатываем на жизнь. Кто бы мог бы назвать это грабежом? Я бы назвал это тяжелой работой. Тяжелая работа. Я не пойму, почему ты здесь, генерал? Это ты его привел, что ли? Почему его сразу в тюрьму не отправили? Почему не казнили? Под чьим знаменем вы совершаете свои... Это правда, что ты из Родовии? Твой генерал прав. Родовия мой дом. Скоро и твой тоже. Кто вообще, кто твой лидер? У тебя есть и король? Или ты просто беспризорный вор? Мы свободные люди. Мы не кланяемся королям или лордам. Смелые слова для того, кто вторгся в другую страну. Смелый и глупый. Ваша Светлость, мы не можем позволить варварам грабить нашу землю. Конечно, не можем. Кто бы сомневается. Разграбление и убийство невинных людей? Нет сомнений в том, что этот человек должен ответить за свои поступки. Знаете что? Знаете что? Бросить его в темницу. Пощадить его. Это ради чего? Не пойму. Они, значит, грабят там. Убивают. Может, еще чем-то занимаются плохим, нехорошим. А я должен его что? В темнице кормить Дармоеда этого? Казнить? Ой, такой. Никакая родовская мразь не посмеет угрожать королю. Обезглавить и... точка. Мои братья услышат об этом. Тихо обезглавить. Тихо. Чтобы никто не слышал. Понятно? Генерал. И вы почувствуете их ядовитый укус. Мне надо поговорить с Авреллией по этому поводу. Аврелия? Подожди, Аврелия это... Жена? А что ты с женой-то будешь говорить? Что, советоваться будешь? Так, ну ладно. Подожди. Мне нужно в архив заглянуть. Аврелия? Аурелия? Подожди, что вы меня путаете? Королева, да, верно. Жена Эрика. Какая Аврелия? Или есть еще и Аврелия? Монстры. Чудовища оказались разбойниками из родов, вместо которого не стоит ждать ничего хорошего. Было решено, что будет лучше казнить родовского разбойника. Ну, не знаю. Ну, было решено. Но лучшее это или не лучшее. Не знаю, к чему приведет. Ущерб, семья, завершенная просьба со свадьбы, божественное вмешательство. Ну, все. Одри, ты что-то хочешь сказать? Что ты думаешь об этом, Одри? Мой будрый Одри. Трыдец, он думает. Вот что. Родовианс. Вот. Как бы они прошли через горы. Зачем им угрожать войной? Это много вопросов. Но мне нужны ответы, Одри. Прости меня, ваша светлость. Я просто в задаче. Возможно, стоит подумать о возобновлении некоторых старых договоров? Поговори со старыми друзьями. Посмотри, кто сможет помочь нам. С нашими нынешними ресурсами война принесет определенное поражение. Не хватает, да? Не готовы мы воевать, да, Одри? Маловато ресурсов. Я сделаю некоторые приготовления. Давай, Одри. Ушел. Готовится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ты кто такой? Пьетро? Все за Пьетро. Смотришь меня, тут и крестьяне в лохмотьях, и лорд все на одной дорожке. В очереди. Крестьяне даже второй в очереди. Лорд за ним. Ну, кто занял, все по справедливости. Кто первый пришел? Ларсулия, чего ты, детка? Отец. Отец, у меня вести. Угу. Асалия убегала ночью из замка на прошлой неделе. Да ты что? Асалия? Средненькая моя. Я столкнулась с ней, когда она возвращалась в комнату. Мне кажется, она была пьяна. Пьет? А сколько же ей лет? Я не пойму, что случилось? Асалия, Асалия запила. Вот это да. Угу. Она не сказала, где была. Глупышка проболталась седание. Седание. А младший, да? А та мне все рассказала утром. Она не сказала, где была. Глупышка проболталась седание. Ну, что-то да. С этим, с этим, с локализацией, конечно, какие-то. Они болтали все время. Думают, я их не слышу. Глупышка. Не говори так о своей сестре. А что такое? Глупышка это что? Оскорбление. Что с тобой такое, Ларсулия? Что с тобой такое? Так не с ней, а с Али. Асалия пьет. Асалия тайком пробирается на какую-то свадьбу. Напивается там. Но ты спрашиваешь, что со мной такое? На какую-то свадьбу. Я же не давал никому денег. Ни на какую музыку и вино. Все равно пьют. Нашли где-то. Нашли. Без меня справились. Мне лучше поговорить с Асалией об этом. Вы, девочки, сведете меня с ума. В конце-то концов. Идите, играйтесь в прятки. В прятки играйтесь. Архив. Что тут? Аурелия, где с тобой? Услышав, что Асалия тайком уходила из замка, король не на шутку переволновался. Он решил, что лучше встретиться с ней и поговорить об этом, чтобы подтвердить историю Ларсулии. Ой, Асалия, а здесь Азалия. Вы мне запутались. Я уже забыл, как дочку свою зовут. Или Азалия, или Асалия. Доведут они меня. Где Одри? Уже сердце болит. Крестьянин, что тебе, крестьянин? Ты видишь, какие проблемы? Дочь у меня запила. Ваша милость. Мой сын пропал. Куда же он пропал? Может, тоже на свадьбу бегает? Да. Он глупый, маленький мальчишка, но все же он мой сын. Я прошу вас побольше мне найти его, ваша светлость. Есть ли шанс, что вы могли бы сделать что-то? Шанс есть, шанс есть. Он всегда есть, но он небольшой. Ну, знаешь, если бы я знал просьбы остальных, да? Может, мне генерал... Генерал будет нужен. Ну, все, что мы можем предложить, это семь золотых. Ну и что? Это же сына его не вернет. Надо же помочь, правильно? Отказать в помощи я тоже не могу, потому что я понимаю. Я тоже отец. Отец-пьянец. Ну, хорошо. Один из наших генералов попытается найти. Он поспрашивает в округе и посмотрит, сможет ли он найти вашего сына. Генерал у меня вообще молодец. И с разбойниками, и с сыном, может... Давай, пускай пойдет, поспрашивает. Я надеюсь, что он все еще цел. Спасибо, спасибо, ваша светлость. Ой, спасибо. Что спасибо? Спасибо в карман не положишь. Потерян любимый сын. Король послал разведчика искать сына. Это, наверное... Это, наверное, не генерал, а разведчик. Генерал. Ладно, лорд Эттон, что случилось? У тебя какие проблемы? Меня зовут Эттон. Я владыка Бранки, вашей светости. Чего? Ты пришел? Владыка, иди владей. Я буду настолько простым, насколько это возможно. Угу. Все вы просточки. Может, у тебя какие-то злые намерения. Мне Одри сказал, что могут быть. Задом. Кто-то похитил мою дочь. И они ожидают, что я заплачу 12 золотом, чтобы вернуть ее. Слушай, я уже, наверное, предчувствую, что ты что, будешь... У меня генерал ушел. У меня у крестьян проблемы, понимаешь? Своих. И ты... У меня 15 золота. У меня ничего нету. Ты лорд. Ты тоже зарабатывай как-нибудь сам. Трудись. Видишь, я работаю, и ты работай. Дело в том, что... Я боюсь, что он дальше скажет. Я выследил их. И знаю, где они ее держат. Я все спланировал. Мне просто нужен один из ваших генералов, чтобы помочь мне вернуть ее. Вот, 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 вот. Вот. Я... Если бы я знал... Ну, опять же, а как я мог крестьянину отказать? Или я мог бы просто заплатить выкуп? В любом случае, мне понадобится ваша помощь, Светлость. Золото. А генерала нет. А что такое? Я дам вам генерала два... Че это такое? Я не думаю, что есть достаточно генералов. Да, я тоже так не думаю. Прости. Прости, лорд. Прости, но... Че я тебе могу? Не могу. Ты балал. Я был занят, и мое золото истощается. Прости, я... Да, будет. Я желаю вам удачи в возвращении вашей дочери. Нет, но я действительно желаю удачи. Я искренне желаю. Я... Я понимаю, у меня у самого дочери. Но я... Генерала только что отправил сына искать. И я желаю вам никогда не оказаться в подобной ситуации. Берегите своих дочерей, ваша Светлость. Это звучит как угроза, знаешь? Я запомню это. Блин. Минус два. Пьетро. Че тебе надо? Баба, мама. Ваша... Ты не Таратоль. Ваша Светлость. Я боюсь за свою жизнь. Я думаю, что кто-то пытается меня убить. В чем дело? Я думаю... Я думаю, что кто-то следит за мной. Они хотят меня убить. Может, ты какой-то псих. Слушай, у меня прям это самое... Лорд этот не выходит из... Из памяти. Блин, как-то нехорошо. Может, золото ему надо было дать. А, хотя бы. Тогда у меня вообще ничего в казне не останется. Ладно. Надеюсь, что все будет хорошо. Че, как тяжело. Как тяжело и работает. Кто это они? Я не знаю. Откуда мне знать? Я ничего не сделал. Верда? Да ты псих ненормальный. Мне лучше уйти. Иди, конечно. Иди, 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 иди. Лорд посетил замок. Он упомянул. Это и лорд был, да? Вы хотя бы подписывали. Я думал, и этот какой-то, я не знаю, простой человек. Ну, что ж. Подожди. Мне же можно куда-то сходить. Покинуть свой трон. Мне же надо посмотреть. Решить какие-то вопросы. Покои. Давай в сад, а потом в покои. Азалия. Доченька. Скажи честно, пьешь или нет? Да, отец. В деревне была свадьба? Я слышал, что в деревне недалеко... Недалеко от... Недалеко от нашего замка. То есть совсем недалеко. Была довольно хорошая свадьба. Это была неплохая свадьба, но я слышал, что могло быть еще лучше, если бы мой отец не был таким скупым. Слухи распространяются, да? А откуда ты знаешь? Звучит так, как будто они имели честь видеть королевскую гостью. Нет, конечно, нет. Я слышала, что люди рассказывают. Вот и все. Вот и все. Да ладно тебе. Я знаю о свадьбе. Ларсюриа сказала мне, что случилось. Как она узнала? О, конечно, Сидани. Сидани. Я беспокою за тебя. Я не простил бы себя, если бы что-то случилось с тобой. Тебе не нужно беспокоиться. Ничего не произойдет. Ты знаешь, что там? Да, локализация, конечно. Что могло бы произойти, если бы кто-то наткнулся на принцессу в деревне? Все эти пьяницы, головорезы. Да ничего не случилось, отец. Я была одета по-другому. Я была осторожна. Я ведь не глупая. Ну так ты как-то не глупая. Ты была пьяная. Я знаю, что делаю. Все, что я хотел, это немного веселья. Ларсулия сказала, что ты напилась. Это правда? Это ложь. Я знаю, что я делаю. Я могу позаботиться о себе. Который раз я уже это делаю, да? Ах, Ларсулия. Поскольку ей исполнилось 13, она думает, что вы заставите ее выйти замуж за какого-то жирного, тупого принца и отправите ее в другой замок. Сколько ж тебе лет? Если она намеревается остаться такой же вшивой крысой, то, возможно, это будет и к лучшему. Вот почему она в последнее время капризничает. Возможно, но это не отменяет того факта, что она ужасно раздражает. И это не меняет того факта, что ты все еще обзываешься. Я запрещаю тебе выходить за пределы замка. Ты больше не будешь играть в игры. Ты больше не будешь заниматься верховой зойтой. Больше никаких посещений рынка. А при чем тут игры и верховая езда? Больше никаких посещений. Я запрещаю тебе посещать рынок. Что я должна делать внутри этих богом забытых стен? Глупая Ларсулия. Глупая Ларсулия. Я преподам ей урок. Хватит обзываться. Мне бы лучше поговорить с Ларсулией. Так, а в архив что? Азалия пришла все границы, когда ускользнула из замка без разрешения короля. Он решил запретить ей посещать рынок. Все. Никаких рынок. Деньги останутся все в казне. Где дверь? Стена замка. Покои. Да тут какие покои? Не до покоев сейчас. Покои нам только снятся. Снятся. Ларсулия, дочь моя. Это ты? 13 лет, а я не знаю. Прям возомнили себе. Азалия рассказала мне, что происходит. Ремень достать и все. Азалия сказала мне, почему ты в последнее время такая расстроенная. О, ну и в чем же дело? Тебе предстоит это рано или поздно? Тебе не придется выходить замуж за незнакомца. Так принято, что девушкам в твоем возрасте полагается муж, но я обещаю, обещаю, что тебе не придется выходить замуж за незнакомца. Мы позаботимся о том, чтобы хорошо узнать принца до свадьбы. Ммм, да, но время покажет. Прощай. Я зайду к тебе позже. Угу, угу, угу. Заходи. Так, архиве. Что там Ларсулия? Узнав, почему Ларсулия расстроена, король заверил ее, что ей не будет навязывать брак. Хорошо. Ну что, в покое? Здесь в Даверне много аистов, они очень изящные птицы. Серые горы. В реальной жизни они кажутся намного больше, чем на картинке. Камин. Этот камин полон пепла. Но, несмотря на это, по вечерам здесь довольно уютно. Апрылия, жена моя. О, сундук, это там деньги мои хранятся или что? Любимый? А почему, почему знак вопроса? Я что, нелюбимый? Варвары приходили к нам на этой неделе, понимаешь? Радовцы пришли в Даверин. Один из их бандитов был доставлен в замок. Радовцы? Это не может быть правдой. Почему не может? Как думаешь? Это насчет твоего нашего обещания? Какого обещания? Может быть. Что думаешь? Тринадцать лет назад мы пообещали руку нашей нерожденной девочке-бандиту. Ого. А чё ж вы такого наобещали-то? Почему? Бэйрон, не так ли? Это имеет значение? Спустя тринадцать лет в нашем замке появляется Радовец. Будь я проклят. Да. Ларсулия скоро станет женщиной, нам нужно будет найти и мужа. И Бэйрон, злодей, придет, чтобы заставить меня выполнить свое обещание? Да что с нами такое? Как насчет ведьмы? Что теперь? Знаешь, с ведьмой тоже связываются. Свяжись, она чего-нибудь потом тоже потребует. Да что с нами такое? Не, ну это слово вообще, конечно, что-то, да. Локализации. Как мы им вообще могли бы обещать руку нашей дочери Радовцу? С ножом у горла я не уверен, что мы еще что-то могли сделать. Думать, что наша дочь выйдет замуж за какого-то варварского бандита. Мы не можем этого допустить, Эрик. Не волнуйся. Не волнуйся, мы как это решим? Как-то. Не знаю как. Ты помнишь проклятие? Я даже не хочу думать об этом. Будем надеяться, что проклятие не что иное, как обман и посмотрим, как все обернется с этим Бэйроном. Что теперь? Что мы будем делать? А? Что мы будем делать? Если Бэйрон когда-нибудь появится, чтобы взять руку нашей дочери, надеюсь, никто ему не поверит. Нам просто нужно вести себя так, будто мы ничего не понимаем. Если он не появится с войском, конечно. Не глупи. Не глупи. Как простой человек может позволить себе войско? Даже мы не можем позволить. У нас только один генерал и все. И то он. Он и разведчик, он и генерал. Он тебе... Он тебе... Все. Как радовцы могли добраться до Даверна? На этом этапе все кажется возможным. Ты отправил бандита в темницу? Нет. Я его отправил на эту самую. На плаху. Нет, я приговорил его. Черт возьми, ты должен был сначала допросить его. Одним варварам меньше уже хорошо. А как ты держишься? Я не знаю. Я не знаю. Это так нереально. Позволить ей выйти замуж за принца, даже за лорда. Да, но позволить ей выйти замуж за разбойника? Мы не можем позволить произойти этому. Все будет хорошо. Я не позволю им забрать ее. Увидимся. Позже. Эрик. Мне страшно. Мне тоже страшно. Мне тоже страшно. Я справлюсь. Справлюсь. Хорошо. Хорошо. Я останусь здесь. Архив. Когда в замке Дайверна появился радовец, Эрик сразу понял, что речь идет об обещании, которое он и его жена дали 13 лет назад. Аврелия разделила беспокойство Эрик. Бейрон, головорез из Родовии, придет за их дочь, старшей дочерью Ларсулией. А что сподвигло Эрика дать это обещание, интересно? Что могло послужить? Ну, наверное, какие-то такие были. Находились в таком неудобном положении, что пообещали. Выкуп. Нынешняя ситуация в королевстве застала. Ну, я, знаешь, об этом как-то жалею теперь. Подожди. Наверное, завершать пока не буду. Я в темницу схожу, пойду. Хотя мне туда и не надо, но... А, ну тут ничего это и не изменилось. Все так же. В темнице темно. В темнице темно. Тогда в тронный зал. В тронный зал поймем место. Как хорошо, спокойно, никого нет здесь. Хоть в тишине посидеть. Только как понабегут. Ну, наверное, пора заканчивать неделю, да? Так быстро полетела неделя, незаметно. И так. Поступили налоги. Блин, вот Стэн много, конечно, забирает денег у меня. Ну, а что делать? Надо крестьянина было искать. Налоги 10. 7 того, 7 того. А больше мне ничего не делать. То есть не надо делать. Да, я кладовую починил, прилавок починил. Теперь я сейчас отремонтирую театр. У меня останется всего лишь два золотых. Правильно? Всего лишь два. А что там будет? Кто его знает? Нет, пожалуй, наверное, я не буду сейчас ремонтировать театр. Потому что, если вдруг кто-то придет с просьбой, с которой я не смогу отказать. Вот сейчас меня мучает угрызение совести, что я лорду не помог. Ну, ладно. Не буду театр я ремонтировать. Я просто на этом, наверное, закончу. Скажу спасибо, что смотрели. И пока-пока. До новых встреч в нашем королевстве. Пока.